Всем привет! Сегодня играем в настольную игру под названием Keyflower. Игра на первый взгляд может показаться не очень простой, потому что здесь очень много нюансов и небольших правил. Но если поиграть в неё несколько раз, всё очень быстро становится на свои места и, в общем, всё хорошо. Что мы делаем в этой игре? Каждый игрок строит свою собственную деревню из таких тайлов. Значит, на тайлах... Первый тайл, который получает каждый игрок, называется дом. У меня дом 5, у противника дом 6. Так как у меня цифра ближе к единице, то я получаю вот такого мипла или кипла, стартовая позиция, стартового игрока. То есть в этот раунд ходить первый буду я. Также на тайле есть такие дороги, которые при постройке в деревню, как, например, в Каркасоне, необходимо будет совмещать. Значит, что... Какие есть тайлы? В игре 4 большие группы тайлов, потому что в игре 4 раунда, каждый из которых представляет собой какое-то время года. Начинаем мы с весны. Тайлы весны представлены таким зелёным листочком сверху и наугад выкладываются из набора 6 штук для двоих игроков. Для троих это будет больше, для четвёрых ещё больше и так далее. Но для двух это 6 тайлов каждого времени года, плюс 7 тайл. Это тайл стартового игрока. На каждом тайле указано, что можно получить, активировав его, и также указано, что можно получить, если его апгрейдить. Каждый тайл можно апгрейдить. Например, данный тайл, вот в этой стрелочке нарисован, нарисована наковальня. И если у вас есть вот такая наковальня, во время своего ухода вы можете сделать апгрейд этого тайла. И этот тайл сразу, что он будет давать вам в качестве апгрейда, указано здесь. Он даст вам три дополнительных очка в конце игры, а также вместо двух углей, которые он вам даёт изначально, он будет вам давать один уголь и одно золото. Забегая вперёд, о материалах, которые есть в этой игре, три вида ресурсов. Значит, это, как я уже говорил, уголь, такие бочонки. Это золото, её можно считать джокером, потому что оно может использоваться в качестве заменителя любого из ресурсов, а также оно даёт одно очко за штуку в конце игры. Дерево, коричневый ресурс и камень, серый ресурс. Также в игре есть так называемые умения. Умения присутствуют в трёх видах. Значит, одно умение — это наковальня, то есть, видимо, считается, что один из ваших жителей, вашей деревни умеет обращаться с наковальней. Также второй вид умения — это кирка. И третий — это пила. В частности, как я уже сказал, для апгрейда вот этого тайла необходимо будет потратить одно из таких умений — это наковальня. Для апгрейда, например, вот этого тайла нужно будет потратить одно золото, бочонок, один слиток, одно золото. Например, когда тайл апгрейдится, он переворачивается, и видно, что он вам даёт. Например, здесь можно совершить замену, на этом тайле можно совершить замену миплов. Значит, какие есть в игре миплы? У каждого игрока вначале наугад выбираются восемь миплов, восемь вот таких человечков из трёх цветов. Опять-таки, это происходит из... Наугад выбираются миплы из такого вот мешочка, где это довольно-таки много. Три цвета представлены — красный, жёлтый и синий. В этом, значит, в секрете тайно выбираются восемь миплов и ставятся за вот такую вот ширму-домик, чтобы ваш противник не видел, какого цвета ваши миплы. Это очень важно. В игре есть ещё один тип миплов. Они более редкие, их нет в общей сумке, и их необходимо получить каким-то другим образом. Это зелёные миплы. И чуть попозже расскажу, зачем они нужны. Получить, например, такого мипла можно, активировав вот этот тайл. Из жёлтого можно сделать зелёного. То есть, необходимо активировать тайл, отдать одного жёлтого и получить за него зелёного. Если же апгрейдить его и так далее. Значит, четыре вида тайлов для каждого раунда. Свой. Начинаем мы с весны, затем лето, осень и зима. В начале игры каждый игрок получает, опять-таки, в тайне три тайла зимы, которые вступят в игру в самом последнем раунде. Эти три тайла могут считаться своеобразными тайными целями, потому что ваш соперник не знает, что вам выпало. И, соответственно, на конец игры, если вы, например, имея этот тайл в своей деревне, если вы наберёте пять миплов, не важно какого цвета, белые, значит, не важно какого цвета, то за каждые пять миплов вы получите три очка. Например, у вас набралось пятнадцать миплов, на конец игры у вас есть этот тайл в вашей деревне, значит, вы получаете три на пять. Три на три девять очков. Вот такой тайл, ювелир, означает, что за каждые два золота, которые у вас есть на конец игры, вы получите не одну очко, как это обычно бывает, а получите два очка. Этот тайл, учёный, означает, что за каждое умение, за каждый скилл одинаковый, значит, это знак равно, значит, одинаковый, вы получите три очка. Например, вы выбираете, что у вас есть, на конец игры у вас есть, например, три наковальни, за каждую наковальню вы получаете три очка, то есть получаете в итоге девять очков. У противника какие-то другие свои тайлы, об этом тоже чуть позже. Так, основу игры составляет аукцион. За шесть тайлов плюс тайл первого игрока необходимо будет побороться, и каким образом это делается. Значит, прежде всего нужно понять, что как только какой-то мипл начинает быть связанным с одним из тайлов, на этом тайле можно использовать только такой цвет мипла. Например, если вы активировали тайл таким образом, поставили на него желтого своего мипла, отдали, то если вы хотите активировать его еще раз, мало того, что вам нужно будет отдать уже не один, а два мипла, вам нужно будет их отдать такого же цвета, как и первый. Каждый тайл можно активировать три раза. Первый раз отдав одного мипла, второй раз отдав двух миплов, и третий раз отдав трех. То есть активация происходит, когда вы просто ставите мипл на тайл, и получаете то, что он вам дает. Ресурсы тайлов, которые в общем пуле, приходят вам домой. То есть, например, если активировать этот тайл, то два угля будут доставлены вам на ваш домашний тайл. При активации тайла, который находится у вас уже в деревне, ресурс приходит на тот тайл, который вы активировали. Это важно тоже для некоторого момента, о котором чуть позже. Значит, как получить тайлы в свою деревню? Каждый игрок по очереди делает ставку на тот или иной тайл. Например, мне нравится тайл золотая золота, шахта, что-то такое, на котором можно получить золото, а при апгрейде можно уже получить два, и еще дополнительно он даст три очка. Мне нравится этот тайл, я бы хотел получить его себе в деревне, и я делаю ставку. Я могу поставить с этой стороны, то есть, эта сторона тайла, это моя сторона, а противоположная сторона, это сторона противника. С этой стороны я поставил своего мипла, этим я показал, что я намереваюсь забрать себе в конце раунда этот тайл, если мою ставку не перебьет другой участник. Противник может в этот ход или в любой ход до конца раунда перебить мою ставку, поставив со своей стороны, опять же, такого же цвета, желтого, на одного мипла больше, или на два, или на три. Главное, чтобы их было больше. Опять-таки, я могу перебить ставку противника сам тоже, то есть, я могу поставить сюда три мипла, и, соответственно, в конце раунда тогда тайл достанется мне, если он не выставит четыре. Естественно, все эти ставки делать очень дорого, поэтому нужно смотреть, какие тайлы вам нужны, от каких можно отказаться, потому что все тайлы получить себе в деревне в любом случае не получится. Значит, есть еще такое одно правило в этой игре. Если вы сделали ставку, например, из двух или трех миплов, то все, до конца раунда они больше не расклеиваются. То есть, например, у игрока нет больше желтых миплов, он видит, что ставка его была перебита, он может сделать, что он может взять этих двух миплов и, например, активировать этот тайл, получить себе одно золото. Однако, разъединить этих миплов он больше не может. И более того, так как он активирует тайл, который потом пойдет в мою деревню, эти миплы тоже останутся у меня. Поэтому есть смысл сделать ставку на какой-то другой тайл, например, вот на такой. Так, можно попробовать поиграть первый раунд. Например, первый игрок делает ставку на вот такой тайл конюшни. Посмотрим, что у второго игрока. Естественно, мы это не видим, просто в качестве примера. Второй игрок тоже хотел бы получить этот тайл и он пытается перебить ставку, ставит 2. Итак, теперь наш ход. Я вижу, что мою ставку перебили, и я могу, у меня так получилось, что есть еще желтые миплы. Я могу потратить еще, но насколько мне сильно нужен этот тайл. Я постараюсь сначала сделать ставку где-то в другом месте. Например, я сделаю ставку на вот этот тайл. Ставлю одного красного. Следующий игрок делает ход. Ему тоже нравится этот тайл, и он поставит 2 красных, чтобы перебить мою ставку. У меня остался только один красный мипл. Получить красных миплов нигде не получится, поэтому, наверное, я возьму своего одного мипла, который был моей ставкой, и активирую этот тайл, и получу одно золото. Это золото пойдет на домашний тайл. Так, мой противник делает следующую ставку. Он бы хотел получить вот этот тайл. Так. Я... Наверное, мне все-таки нужен тайл, который поможет мне в дальнейшем апгрейдить других тайлов, поэтому я добавлю к своей ставке еще 2 мипла, и теперь моя ставка выигрывает. Так, что делает противник? Противник смотрит на своих миплов и видит, что у него остался только один, поэтому перебить мою ставку он пока, к сожалению, не может. И он делает, забирает своих двух миплов, не разделяет их, и делает ставку на вот этот тайл. Теперь мы смотрим, что мы можем сделать. В игре уже довольно-таки много миплов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Уже 9 миплов, и у меня осталось их 4. Всего у нас было их по 8, 16. Значит, миплов осталось не так уж и много. И можно предположить, что желтых осталось еще меньше, потому что у меня их 2, может быть, и вряд ли у противника, так как он только что не стал перебивать мою ставку, вряд ли у него еще есть желтые. Поэтому смотрим, какой нам еще нужен тайл. Если мы сейчас поставим 1 желтый или 2, то мы сможем легко выиграть. Попробуем поставить 1 мипл на вот этот тайл. Итак, противник видит, что у него только 1. Что он делает? Для апгрейда домашнего тайла ему необходимо иметь 1 дерево и 1 уголь. Поэтому он не сможет выиграть этот тайл. Он активирует его, отдавая тем самым мне 1 мипла. Ну, он получает сейчас себе 2 угля, которые впоследствии можно будет использовать для апгрейда. Они идут на домашний тайл. Так. Что мы делаем дальше? Ну, попробуем. Я активирую вот этот тайл и получу одно умение. Умение прямо отсюда. Но угад тоже. Я получаю умение блоковальни. Так. Что делает противник? противник решает, что вообще он сделает ставку на вот этот тайл. Теперь, что сделаю я? У меня только остался один красный мипл, один желтый. Перебить ставку ту я не смогу. Но я могу на всякий случай постараться получить зеленого мипла. я активирую этот тайл. Я могу его активировать красным, потому что здесь ставка красная. И теперь желтого своего последнего мипла я кладу назад в шок и беру себе зеленого. Для чего нужны зеленые миплы? Чем они отличаются? Так как зеленых миплов можно получить только посредством тайлов, они встречаются в игре намного реже. Поэтому, если вы сделаете, например, в будущем раунде ставку зеленым миплом или двумя, то с большой степенью вероятности этот тайл перейдет именно к вам. Потому что зеленые миплы очень редкие. И вероятность того, что у второго игрока будет три зеленых мипла, да еще и что он захочет их отдать, довольно низко. Итак, смотрим, что у нас. Остался один мипл того. Первый противник решает пропустить ход, потому что больше, в принципе, делать ему нечего. Он пропускает свой ход. У меня остался один зеленый мипл. Что я мог бы сейчас с ним сделать, если бы я сделал ставку этим зеленым миплом на вот этот тайл первого игрока, то в следующем раунде я тоже остался бы первым, но в таком случае я лишился бы моего зеленого мипла. Поэтому я тоже пропускаю ход, когда оба игрока пропускаю ход, раунд на этом заканчивается. В конце раунда мы производим некоторые действия, которые нужно производить в последовательности. Первое, что мы делаем? Мы забираем неудавшиеся ставки. Неудавшихся ставок у нас здесь нет. Все ставки удались, потому что мы переставляли неплохо на другие тайлы. Итак, все ставки удались, то есть этот момент мы пропускаем сейчас. Далее первый игрок, то есть я забираю свои тайлы, которые я выиграл таким образом. Я забираю, так как один против нуля, я забираю этот тайл. Тот мипл, который находится на тайле, переходит под мою шерму, за мою шерму. Этот тайл идет ко мне. Мипл, которым была сделана ставка, уходит в мешочек. Следующий тайл, который я выиграл, я потратил три. Тайл переходит ко мне, а эти три мипла уходят в мешочек. Больше тайлов, который я выиграл, не осталось. Теперь то же самое делает второй игрок. Он забирает себе вот эти тайлы. только эти три мипла уходят к нему за ширму. Эти же удачно сделанные ставки уходят в общий запас. это следующее, что мы сделали. Теперь тайлы, которые мы выиграли, мы добавим в нашу деревню. Значит, нужно их соединить таким образом, чтобы зеленое было к зеленому, реки были к реке, и дороги соединялись. По-быстрому так поставим и достаточно будет. Итак, соединили. А, нет, здесь у нас дорога. Например, так. Ну, ради примера достаточно. Значит, у нас получилось сначала вот такой деревни. теперь наш противник сделает то же самое. Опять-таки, есть некоторые нюансы, как их лучше ставить, но сейчас мы просто сделаем, чтобы был быстрей. Ну, это пусть будет вот так. Это вот так. деревня нашего противника. Последнее, что мы делаем, в начале раунда у нас выходят вот такие лодки, и тот, кто был первым игроком, получает возможность выбрать себе одну из лодок. Одна из лодок, так и называется, кифлауэр. Отличаются они количеством миплов, которые прибудут в нашу деревню, и количеством умений. То есть здесь семь миплов и одно умение на той лодке. шесть миплов и два умения. Смотрим. У меня уже есть один мипл, одно умение, чтобы впоследствии апгрейдить вот этот тайл. и поэтому наверное я возьму ту лодку, которой больше миплов. Они все уходят за экран. Мини тоже уходит за экран. Смотрим на будущий сезон, на лето, который сейчас будет. Столько же миплов будет на этой лодке и одно умение. Противник же забирает вот этих миплов. Они тоже уходят за экран. Два умения, которые тоже уходят за экран. Ход переходит к нему. И выкладываются следующие шесть тайлов. на это мы сейчас делать не будем. То есть таким образом играются все четыре сезона. сейчас проиграли первый. Таким образом играются все четыре сезона. В четвертом сезоне выходят те тайлы, которые у нас есть в начале. И если вы видите, например, что эти тайлы точно также участвуют в аукционе, то есть ваш противник совершенно спокойно может не дать вам выиграть нужный тайл. Особенно нужно смотреть, если, например, у вас есть тайл, который дает много очков за большое количество миплов. Если вы видите, что в деревне или вы знаете, что у противника очень много миплов набралось, значит, есть смысл не запускать этот тайл вообще игру, а начать зиму всего лишь с двух тайлов. Так, что еще? Каким образом производится апгрейд и зачем нужны такие тайлы с лошадьми? Чтобы сделать апгрейд своего домашнего тайла или любого тайла, необходимо, чтобы ресурс, тот или иной ресурс, находился на этом тайле. Например, здесь мы уже видим, что у нас здесь есть золото, которое можно заменить любой ресурс. Для апгрейда нашего домашнего тайла нам необходим один камень и один уголь. Один ресурс джокер у нас уже есть. Если, например, мы впоследствии активируем вот этот тайл и получим два угля, то при активации они останутся на этом тайле и мы не сможем сделать апгрейд. Если мы активируем домашний тайл, для этого лошадь, у него есть возможность транспорта, транспортировки. То есть вначале мы можем перенести всего лишь один ресурс на один тайл по этой дороге. То есть если мы активируем домашний тайл, мы можем перевести один ресурс сюда, плюс сделать вот этот домик означает возможность апгрейда, плюс мы мы можем сделать один апгрейд. Перевернуть. И там уже домашний тайл нам будет давать два транспорта, то есть мы сможем либо два ресурса перенести, либо перенести один ресурс на две клетки. Опять-таки тайлы должны быть соединены дорогами, поэтому нужно внимательно смотреть, чтобы соединить их как можно ближе друг к другу. вот этот тайл, который мы выиграли в первом раунде, дает сразу нам возможность транспортировки двух ресурсов или же одного ресурса на две клетки, а при его апгрейде он дает нам возможность транспортировки на четыре тайла и сразу двух апгрейдов и также пять очков, поэтому это неплохой тайл. Там был. Как только тайл появился в деревне, его уже двигать нельзя. Вот примерно таким образом играется игра Keyflower. играет в деревне,